Наши предки были скупы на похвалу. За тысячу лет лишь пять городов в России удостоились чести называться Великими. Оказался среди них и Великий Устюг. Расположен он далеко на северо-востоке Вологодской области. И, возможно, благодаря этому избежал участи большинства древних русских городов. Особенно повезло ему после революции. Доставлять сюда динамит, видимо, было так трудно и накладно, что из 37 городских церквей местные активисты сумели взорвать только 11. К счастью, в остальном история почти в неприкосновенности сохранила черты этого уютного, патриархального и какого-то очень домашнего русского города. Огромная заслуга в этом и местного управления по охране памятников культуры. По утрам здесь сладко пахнет дымом. И слышно далеко, как весело и сочно хрустит под ногами редких прохожих ослепительно белый снег. В лучах солнца переливаются хрусталем промерзшие за ночь спины сугробов. Во дворах скрипят и позвякивают цепями старинные городские колодцы. Совсем как в деревне. Вода в них чистая, ледяная. Глотнешь такую на морозе, в зубах заломит. Зимой здешние мальчишки ходят в школу на лыжах. Вообще после Москвы особенно наслаждаешься отсутствием на улицах суеты, давки и беспричинной грубости. Устюжане народ очень доброжелательный и гостеприимный. Жизнь у них сейчас такая же трудная и скромная, как и во всей России. Но сказывается исконный северный характер. Очень спокойный, веселый и незлобливый. Устюжские женщины, так же как и 200 и 300 лет назад, полоскают белье в местной речке Суханье, на которой стоит город. Делать это зимой особенно трудно. От холода иногда руки сводят. Но кое-что по части благоустройства за годы советской власти сделать успели. Например, поставили для красоты, наверное, несколько памятников Ленину. Вот этот на земном шаре устюжане сразу окрестили ревизором. Потому что стоит он как раз над главным входом склада щетино-щеточной фабрики. Что же касается иностранных захватчиков, то они доходили в эти места редко и подолгу не задерживались. Например, в 15 веке приходили к городу казанские татары. Заняли его, пожгли. Но уже через три месяца от них удалось откупиться, и они ушли навсегда. Правда, как и все русские, устюжане воевали много. В том числе и со своими. Особенно с давними соперниками новгородцами. Во все времена устюг был верным союзником Москвы. Перед Куликовской битвой устюжские мастера ковали оружие для дружин Дмитрия Донского. Считается, что и основан город был почти в одно время с Москвой, в 12 веке. Однако подлинный рассвет и слава пришли к нему в веке 16. Тогда через Устюг, Архангельск и Белое море пролег главный торговый путь из России в Западную Европу. За два столетия маленький тихий город преобразился до неузнаваемости. Разбогатевшие устюжские купцы не только строили, но и содержали на свои средства великолепные храмы. Купец Ревякин оставил городу аж четыре церкви. Два раза в год здесь проводились крупнейшие в России пушные ярмарки, где торговали соболями, куницами, белками, лисами. Перед революцией в Устюге был гостинный двор, несколько фабрик, сотни торговых лавок. Жило тогда в Устюге около 20 тысяч человек. В основном ремесленники, священнослужители и купцы. О них следует сказать особо. В устюжских купцах словно воплотились лучшие качества русского делового человека. Необычайная широта, размах, великодушие и постоянная забота о благе своего отечества. Во многом именно благодаря могучей энергии их предков, в 17 веке отсюда началось движение русских колонистов вглубь Сибири и на Дальний Восток. В 1648 году устюжанин Семен Дежнев обошел водой Чукотский полуостров и впервые доказал существование пролива между Азией и Америкой. С тех пор крайняя северо-восточная точка нашей страны называется мысом Дежневым. В следующем году другой устюжанин Ерофей Хабаров организовал на свои средства экспедицию на Амур. Итогом беспримерного по тем временам похода стало присоединение при Амуре к России и начало массового переселения туда русских людей. Имя первопроходца сегодня носит город Хабаровск. Одно из самых красивых зданий устюга – дом купца Василия Шилова, первооткрывателя Алиутских островов. Вслед за Дежневым и Хабаровым русские люди начинают осваивать Аляску, доходят до Калифорнии и основывают возле Сан-Франциско знаменитый форт Рос – русский форт. Он существует, кстати, и поныне, только сейчас там Американский музей. Просто диву даешься, сколько сумел дать России этот маленький провинциальный город. Например, один из уникальнейших русских промыслов – чернение по серебру – тоже отсюда. Родилось это искусство еще в глубокой древности. И когда-то было известно мастерам Новгорода, Владимира и Москвы. Однако с 17 века оно сохранилось и процветало только в Великом Устюге. Сегодня потомки знаменитых устюжских ювелиров работают на заводе «Северная черна». Принципы технологии те же, что и в 17 веке. Сначала на серебряном изделии вырезают тонкий замысловатый узор. Потом покрывают его специальным черневым составом и держат над слабым огнем. Держат до тех пор, пока расплавившаяся чернь не заполнит все углубления рисунка. Потом верхний слой аккуратно счищают, и на серебре выступает уже готовый узор. Главный секрет промысла – состав черневого порошка. Его устюжские мастера всегда хранили в глубокой тайне и передавали из поколения в поколение. После революции в живых остался лишь один мастер, знавший, как приготовить чернень. Звали его Михаил Павлович Черков. Еще в 1913 году англичане предлагали ему 10 тысяч рублей золотом и английское подданство за передачу секрета. Но уехали, как говорят, не солоно хлебавши. И вот грянула революция, гражданская война, голод, анархия. Понимая, что в этой ситуации древнее искусство может погибнуть навсегда, Черков сам собрал в округе несколько способных ребятишек и, обучив их, передал им рецепт составления черневого порошка. Благодаря его подвигу северная чернь осталась жить. Чудом выжил и еще один знаменитый промысел – шамаготская резьба по бересте. Нежная золотистая березовая кора, словно самой природой, создана для тонкого, изысканного искусства. Первыми узоры на ней стали вырезать местные крестьяне, жившие в XIX веке у речки Шемоксы. В 1900 году шкатулки резчика Вепрева на Всемирной выставке в Париже были отмечены специальным дипломом и похвальным листом. В 50-е годы нашего века по приказу сверху шамаготские артели были ликвидированы. Потребовались невероятные усилия местной интеллигенции и мастеров, чтобы их восстановить. Воистину, что имеем не храним, а потерявши плачем. К слову сказать, и сегодня многие устюжские ремесла существуют только благодаря энтузиазму и самоотверженности этих женщин, работающих на фабрике Великоустюгские узоры. Зарплата у них в последнем месяце была около 7,5 тысяч рублей. А вот такой изящный туесок стоит сейчас столько же, сколько и бутылка обычной водки, хоть криком кричит. И откуда у нашего народа столько терпения берется? Каких только экспериментов над ним не ставили, а он все что-то мастерит, вырезает, плетет и рисует. И еще даже шутки успевает про себя сочинять. Так вот, дорогие, у нас в Вологодской области, в данном случае в Великом Устюге, говорят только на «о». Одно слово произносят на «а» – каратин. Владимир Иванович Торичнев – внук одного из самых знаменитых устюжских мастеров. Дед его делал шкатулки с морозом по жести. Этот уникальный промысел, к сожалению, погиб совсем. С ним исчезли и просечное железо, и устюжская филигрань. Хотя дед дожил до 100 годов, но секреты внуку передать не успел. Он родился не при советском власти, но он в Бога верил. Его избрали, между прочим, старостой церковной. Он шибко в Бога верил. Вино не пил, табак не курил. Я только покурил маленько. Ой, ты назобачился. Дома у Владимира Ивановича сохранился только портрет деда. Звали его Пантелеймон Антонович Сосновский. По всему видно – красивый, солидный был человек. Однако и внук его оказался не из робкого десятка. Два пиджака у Владимира Ивановича тяжелы от наград за Великую Отечественную. Всю войну, как он сам говорит, пропрыгал с парашютом. Был десантником. Воевал в глубоком тылу немцев. Много немцев убили? А я не считал. Наше дело было разведка. Диверсанты дела. Диверсанты, значит, вы? Обязательно. Ставлю диверсанты. Могу с одной спички взорвать. По русскому обычаю Владимир Иванович предложил нам выпить за знакомство. Лично вам всех земных благ пожелаю. Всех земных благ пожелаю. И всего доброго. А главное – здоровье, конечно. Самое главное – здоровье. Дай Бог здоровья. Здесь, в Устюге, особенно остро ощущаешь, что душа нашего народа жива. И чем дальше от столиц, тем чище и слышнее бьют родники народной жизни. В деревню Чернево, что в 50 километрах от Устюга, мы приехали в гости к Лидии Дмитриевне Рыбиной. И с первых же минут почувствовали себя как дома. Дорогие гости, и добро пожаловать, и добро пожаловать. На наш утро, на наши посиделки. Ой, спасибо большое. А кто замерзок, у нас боня из топлива. По случаю приезда телевидения, в доме Лидии Дмитриевны собрался весь деревенский фольклорный ансамбль. Стол собирали в складчину. Благо, дело было до Великого поста. И все легко, весело, с трибаутками. Ох, мы не будем, мы гулять будем, а смерть придет, помирать мы будем. Не будем. Ох, смерть пришла, не застала дома, а застала в кабаке за бутылой дома. Это лесной бутылочка покачивается, я не знаю, как тебе не захочеваться. У Лидии Дмитриевны двенадцать внуков, три мальчика и девять девочек. Когда и не маршимся, на набасу пойдет, разопоршимся. Только вот частушки сочиняют сейчас в основном не про любовь, а про политику. Но и в них не тени злобы или уныния. Уплывая вся добра народная, Триста росла дорожала, масло будет родное. Раньше думали, как хлебушка убрать, А теперь он вся забота худого учеркила. Раньше ели каждый день, а теперь с получки. Этот пятнышком на лбу, нас довел до ручки. Говорят, что я старуха, на что-то мне не верится. Но какая я старуха, вовы мне же верится. Спасибо вам, Лидия Дмитриевна. Спасибо и землякам вашим за тепло и ласку. И спасибо всей Великоустюжской земле. За ее по-прежнему такую родную, чистую и прекрасную русскую душу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин